Эстонская сказка «Мышь и воробей». У мышки здоровье расстроилось, свежего воздуха в челане не хватало. Побежала она к своему старому другу воробью посоветоваться, как же ей быть. «Зачахла я, говорит, в своем челане, свежего воздуха не хватает. Вредно мне челан сторожить, надо чем-нибудь другим заняться». «А давай землю пахать», – предложил воробей. «О, давай!» – обрадовалась мышка. Вспахали они вдвоем поле, посеяли ячмень, сидят, ждут урожая. Ячмень уродился в этом году на диво. Зерно к зерну, высокий, как лес. Мышь скосила ячмень, воробей обмолотил. Целая гора зерна у них набралась, крупного, золотистого. Осталось лишь поделить урожай, чтобы никому обидно не было. Делили урожай по зернышку. Мышь раскладывала их на две кучки, а воробей сидел рядом и следил. Каждому досталось столько, что в пору целый амбар было строить. Но одно зернышко осталось лишним, не было ему пары. И мышка сказала, «Ну, так и быть, возьму я его себе». «Как-то себе, за что?» – удивился воробей. «Ну, как за что? А за козьбу», – говорит мышка. «Ведь я косила». «А я молотил», – не уступает воробей. «Думаешь, легко мне было? До сих пор все косточки ноют». «Подумаешь», – говорит мышка. «Я ведь не только косила. Я еще и зернышки раскладывала. Это зерно мое». «Нет, мое», – говорит воробей. «Тебе легко было зернышки раскладывать. Я же за тобой следил, работал». Целых семь дней они спорили и так ни до чего не доспорились. И тогда пошли они к Медведю, к судье. Медведь был покладистый господин. Сел на свою телегу, приехал судить двух старых друзей. Сперва он выслушал, как было дело. Потом попросил времени на размышления и забрался на весь день в Ольшанник, где было не так жарко. Там он и размышлял, из-за того усердно, что все кусты от храпа дрожали. Вечером косолапый проснулся и вынес решение. «Так, все должно быть справедливо», – сказал он. «А поэтому вы должны разделить это лишнее зернышко на две половинки». «А весь остальной урожай, ну вот погрузите на мою телегу. Недаром же я трудился, ваш спор разбирал». Мыши воробей умели себя вести и с судьей спорить не стали. Весь урожай погрузили медведя на телегу, а себе лишь одно зернышко на двоих оставили. Землю они больше не пашут, но дружат по-прежнему. И когда встречаются, воробей всегда спрашивает. «Помнишь, мышка, какой он нас ячменю родился?» «У-у-у, еще б не помнят», – отвечает мышка. «А помнишь, как хорошо нас тогда медведь рассудил?» «Еще бы», – говорит воробей. «Такого не забудешь».